итак уважаемые слушатели я вас рада приветствовать на семинаре о возможностях программы видео семинар будет у нас идти полтора часа я преподаватель по курсам power point word excel то есть пакет офис а также photoshop немножко corl я здесь с удовольствием наблюдаем моих слушателей которые очно присутствует здесь в аудитории преподаватель по различным направлениям одно из любимейших направлений это программа видео так семинар не рассчитан на новичка в программе видео но в целом программа настолько простая настолько интуитивно понятное что большая часть действий она будет абсолютно естественно выполняться но конечно программа скрывает свои возможности какие-то такие действия как запись макросов вообще создание макросов подвязка к share point все это все это уже уровень 2 я надеюсь что в нашем центре он со временем появится так содержание вебинара у нас следующее мы должны с вами понять что такое данные для начала понятия данные в видео и чем это нам грозит что что такое данные зачем они нужны и что такое внешние данные цель данного курса автоматизация действий и обратите внимание как у нас выглядит быстро сделанная организационная структура предприятия а и причем все это не рисовалось вручную все это сделано на основании внешнего файла подобные тренинги я знаю удаленно также в режиме вебинара проводил лицо визио в нашей стране это валерий ефремов зовут этого человека подобный прием он показывал ну в общем я не считаю что это уникальная информация я тоже могу о ней говорить так же как и валера входит в понятие автоматизация организационную структуру предприятия мы с вами будем строить автоматически на основе внешнего файла вот как мы можем с вами автоматизировать деятельность программе визио а также есть такое понятие как различного рода цветовые индикаторы видно что здесь на другой схеме значки разного цвета видите ли они покраснели от горя эти значки там маленькая прибыль а значок фиолетовый там прибыль уже побольше значок зеленый срезан здесь у меня прибыль совсем хорошая дополнительные значки также иллюстрируют нас объем партии то есть это графическая карта с графическими индикаторами показывает у нас цифровые различные показатели внешнего файла и иллюстрирует их виде не простых скучных цифр да ну виде цвета по крайней мере так смотрим так если успеем рассмотрим с вами отличный прием это использование карт причем карты готовые есть они созданы специалистами тот же валерий ефремов и другие специалисты видео используют эту разработку а как карту россии подвязать к различным экселевским данным вот это я с удовольствием покажу наверняка вы видели такую статистику от карта мира и показано самые там самая высокая рождаемость да и она разными пятнами идет где где-то ярко где-то тускло в общем можно и на смысл смешные различные темы порассуждать самый большой размер груди например и даже показать карту мира при этом наверняка россия будет светиться самым-самым хорошим цветом достаточно иметь просто макрос который я вам покажу и мы элементарно пользоваться и достаточно иметь внешние данные формате excel то есть это снова работа с внешними данными хотя карта россии здесь на примере не показано далее вы дайна в данной презентации мне в целом сказать ничего их далее идет реклама курса визио то есть для чего визио необходимо какие вопросы решает какая необходимая подготовка документы вас ожидает и полная программа курса это все на потом на потом уважаемые слушатели мы с вами переходим конкретно к процессу первое что мне хотелось бы показать это работа по изготовлению организационной диаграммы в качестве в качестве стремительного варианта построить и так у вас есть файлик организационная диаграмма откройте его пожалуйста в папке в которую вы имеете которую скачали обратите внимание что работа наша происходит на версии программы 2013 или 2016 года разницы нет 13 16 версия очень похожи друг с другом за исключением там кое-каких различных шаблонов а так все тоже самое это тот результат готовый который мы с вами будем получать это уже готовый результат данный результат у нас построен не вручную а на основании к того что мы имеем в качестве источника построения внешний файл закройте пожалуйста эту организационную диаграмму это был только пример того что у нас будет получаться так и я прошу открыть вас файл экселевский файл лист 1 это довольно простенький листочек как вы видите лист 1 из такой файл excel файл excel перед вами находится самая простая компоновка экселевского листа обратите внимание на три столбца имя должность руководитель может быть и больше данных например данные представленные там но это могут быть электронная почта это может быть номер телефона то есть экселевский файл лежит себе лежит написано кто здесь используем только имя фамилии нет лилия написано кто на директор руководителя у нее нет у нее единственный нет заметили дальше идем джон руководитель технического отдела отдела и у него лилия является руководителем три столбца где вы пишете что за человек какую должность он занимает и кто у него является начальником прямым руководителем если вы имеете подобную табличку а ее конечно надо для начала создать для нее надо ее надо каким-то образом иметь да то есть она должна быть у вас получится автоматическая организационная структура предприятия визио или давайте посмотрим более сложную организацию лист под номером 3 3 лист лист 3 это если у вас будет желание выполнить самостоятельную работу я вам такой объемный вид приготовила name имя должность репорт 100 кому подчиняются а также дополнительные есть толпцы такие как где департамент телефон там и так далее то есть они уже не являются обязательны а три первых есть да пусть не нам не на руну на другом языке это не имеет значения так закрываем закрываем и так уважаемые слушатели я прошу вас запустить программу визио с чистого листочка как говорится через пуск и так далее пуск визио 2013 ну как-нибудь запускаем да в общем запускаем запускаем и не торопимся не торопимся при запуске визио в 2013 версии программы нас будут ждать несколько вариантов несколько категорий это организационная диаграмма есть вариант это схема рабочего процесса если у вас такие вот представители выберите пожалуйста организационную диаграмму wizard ее полное название нашли такой шаблон нам важно стартовать с шаблона и нажимаем с вами на кнопку создать для того чтобы у нас уже пошла пошла работа кнопка создать пожалуйста перед вами мастер мастер здесь вы мастером пройдете всего несколько шагов укажите файл excel в качестве источника построения это будет файл и лист 1 ну и далее совсем еще немного действий и так шаг 1 по данным из файла далее шаг 2 нам нужно выбрать источник для построения у нас он есть это текстовый файл или файл excel выбираем с вами последнюю позицию здесь далее так указываем с вами место для расположения это у нас кнопочка обзор пожалуйста ссылаемся с вами на то место где находится наша папка в нашем случае в аудитории это рабочий стол и это выбор папки семинар визио слушатели вебинара где она у вас располагается вы точно знаете да это должна быть раззипованная обязательно папка мы ее с вами указали и файл лист 1 excel вский файл тот самый простенький который нам необходим далее открыть мысль открыть язык мы с вами укажем русский хотя это не принципиально теперь можно оставить и английский он там выбирается как-нибудь быстрым способом нет не выбирается а ну-ка 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 переключусь рус ага рус действительно на клавиатуре в русской раскладке спасибо так далее имя имя руководитель руководитель это сопоставление полей но если вдруг так получится что у вас вместо имени какая-то какое-то другое обозначение поля вы просто сопоставите эти поля друг с другом здесь у нас настоящее время все все совпадает дополнительное имя на отображать не надо можно выбрать просто нет то есть это поле на всякий случай так сказать 2 имя например там имя имя руководитель руководитель дополнительное имя нам не требуется не нужно идем далее следующий один из последних шагов какие поля отображать и нам нужно отображать поле имя и отображать поле должность как вы видите все Практически на автоматическом режиме я ничего не меняю. Далее, пожалуйста. Какие сведения мы будем с вами отображать? Те же самые. Если у нас больше интересных полей, такие были бы поля, например, как имейл, как номер телефона, мы бы, пожалуй, их добавили. То есть те поля, которые можно отображать дополнительно в качестве полей данных, но мы опять-таки оставим все как есть, нажимаем на кнопочку «Далее». Вот. Очень интересный момент. Рисунки. Если у вас есть рисунки, а именно иллюстрации, фотографии, то у них важен один-единственный идентификатор. Ничего не делайте, просто посмотрите, пожалуйста, ко мне на экран. В папке «Семинар», которую я вам принесла, есть папка «Фотосотрудников». И посмотрите, пожалуйста, на прописанные имена. Общим идентификатором здесь является поле «Имя». То есть если бы у меня не было там, называлась бы фотография «Имидж 545», то у меня бы это действие не получилось. Файлы заранее переименованы под поле «Имя». Или если это была фамилия, имя, отчество, я бы полностью так бы и отображала. Фамилия, имя, отчество. Так что, имея заранее подготовленную папку, папку с рисунками с необходимым идентификатором, вы выбираете «Найти папку с рисунками для организационных диаграмм». Выбираем с вами «Ага», «Ага». На основе имени. Есть у нас такое, да, совпадение? Снова сопоставление полей. И дальше небольшая мистика. Вам нужно нажать на кнопку «Обзор». Найти эту папку у себя в папке «Семинар». Идем с вами на рабочий стол. Идем с вами к папочке «Семинар», «Семинар Визио». Открываем с вами папку «Фото сотрудников». Открываем. И ничего, да? Я не знаю, глюк ли это. Видите ли, и в 13, и в 16 версии кнопка здесь заявлена не выбрать папку, да, а именно открыть папку. Но то, что мы с вами не видим в фотографии, это как-то печально. Тем не менее, рекомендуется сейчас одно действие. На клавиатуре вы выполняете «Контрол-А». От слова «Ол», да, «Выделить все». «Контрол-А», «Выделить невидимое содержимое папки». Как это понять? Никак. Как это обосновать? Никак. Это надо просто запомнить. Если вы хотите этим заниматься, вам надо выделить «Контрол-А», «Невидимое содержимое» и нажать на кнопку «Открыть». Считайте это глюком. Затем вы снова нажимаете на кнопку «Далее», и мы уже находимся на заключительном шаге. Имя вверху страницы «Директор». Все отлично. Нажимаем на «Готово». Ждем, ждем, ждем. Фотографии уже есть, да? Фотографии уже вставлены. Организационная структура предприятия должна получиться. Получится верно. Все должно получиться безупречно. Директор Лилия уже с фотографией находится наверху. Далее руководители отделов, их подчиненные. Все должно собраться, исходя из того, как у вас файлик Excel выглядел. Я думаю, что это бесперебойно должно получиться у всех. Правда ведь? Итак, могу коротко сказать, с чего мы начали, чем мы закончили. Это была команда выбора шаблона. Мы выбрали с вами организационную диаграмму Wizard. Прошли несколько шагов элементарного типа. Указали файл Excel. Помните? В файле Excel, как он выглядит, он вам дается на память, чтобы вы могли самостоятельно сорганизовать его. Далее вы прошли несколько шагов, ничего не меняя практически. Все было по умолчанию. И единственная мистика заключалась в том, что вам надо указать папку с рисунками, открыть ее. Рисунки вы не видите, но надо сделать Ctrl-A, выделить невидимое содержимое, нажать на кнопку открыть и вуаля, вы все получаете. Вот такой вот способ работы с помощью мастера мы с вами получаем. Но это еще не все. Я хочу, чтобы мы с вами умели открывать специальное окно под названием «Данные фигуры». Может быть, это не то, чтобы сейчас очень важно, но это будет важно для нас в дальнейшем. На вкладке «Вид», пожалуйста, вот сейчас, на вкладке «Вид» у вас есть кнопка под названием «Области занятий». В этой кнопке у вас собраны все эти области, которые открываются дополнительно, в том числе размер, панорама и так далее. Я, кстати, очень долго искала, будучи офисником, в PowerPoint, Word, Excel, где мне в конце концов ввести точные размеры фигуры. Оказывается, это здесь. Чуть ли не в макросы стало залезать, но все оказалось просто. Итак, данные фигуры. Данные фигуры. Можно пристыковать эту область к правой стеночке экрана. Ну, куда-нибудь еще. Нажмите, пожалуйста, на любую фигуру. У вас отображается имя и должность. Отображаются? Отображаются? Отображаются, да? То есть вот имя, должность есть. У каждой фигурки они имеются. Благодаря построению внешний файл, то, что мы с вами имеем, мы можем с вами таким образом иметь эту структуру. Ну, а эта структура сейчас мертва. Любые изменения внутри файла Excel, которые мы с вами будем производить, не окажут на эту структуру никакого воздействия. Хотелось бы, чтобы вы себе поэтапно работу видели. То есть первый этап работы – это построение. Но это еще ничего не значит. Значит, вы построили, да, все хорошо, симпатично, сохранили, распечатали, все храним и так далее. Но связи между вашими файлами сейчас нет никакой. Все, что вы делаете в файле Excel, никоим образом не будет касаться данной организационной структуры. То есть второй этап работы у вас – это подключение файлов друг к другу. То, что вы построили на основании Excel-файла, эту организационную диаграмму, еще ничего не означает. Я приглашаю вас на вкладку, которая этим занимается. Вкладка называется «Данные». Это второй этап в работе – подключение. Файлы должны увидеть друг друга. И за это отвечает команда под названием «Связать данные с фигурами». Что-то определенное выделять на экране нет необходимости, поскольку нам требуется связать их. В общем, все должны быть связаны со всеми. Нажмите, пожалуйста, на команду «Связать данные с фигурами». И вас ждет, это небольшая процедура, вас ждет мастер, цель которого – заново указать файлик Excel. Книга Excel уже выбрана далее. Какую книгу надо выбрать? С помощью кнопки «Обзор» мы можем с вами указать. Заново пройтись на рабочий стол и так далее. Семинар «Визио» напоминаю, что это файл под номером «Лист 1», под названием «Лист 1». Открываем его. Проходим с вами далее. Какой конкретный диапазон выбрать, нас это не интересует. Данные находятся на первом листе, это я знаю точно. Далее. Все столбцы – да, все столбцы. Все строки – да, все строки. То есть нам не нужно производить выборку данных, хотя будет у меня пример с моей стороны, когда мы все-таки будем пользоваться такими возможностями. Далее. И вот один странный шаг. Если вы хотите ставить себе пометку, то вот она будет. В данном случае нам рекомендуют постоянное поле. Поле-идентификатор. Но давайте остановимся и задумаемся. Нужно ли нам это поле? Пожалуй, что нет. Видите ли? Человек может уволиться? Да, человек может попасть под реорганизацию организации. То есть он может просто сменить должность, человек может сменить руководителя. Но и самого человека может раз и не быть. Может появиться новый человек, может уйти старый человек. То есть у нас с вами здесь нет уникального поля, по которому мы могли бы идентифицировать наши данные. Это, пожалуй, исключение даже. И это исключение делается именно для организационных диаграмм. Мы выбираем с вами последнюю позицию. Строки данных не содержат уникальных идентификаторов. Вот так. Это исключительная позиция именно для организационных диаграмм. В другом случае я вам буду показывать аналогичный пример команду «Связать с данными», но уже не по отношению к организационным диаграммам. Мы будем как раз и придерживаться верхней позиции. В качестве уникального идентификатора будем выбирать название. Название филиала, я прям как сейчас помню. Далее. Далее. Ну, готово, собственно говоря. Готово. Вы имеете сейчас данные, да? Вот, посмотрите на них. Это второй этап работы. Вы сейчас организовали встречу, подключение. То есть сейчас эти два файла друг друга видят. Файл «Визио» и файл «Эксель» видят друг друга. Окно внешних данных находится в нижней части «Экселя». 2016 версии в программе «Визио», насколько я помню, данная колоночка организуется справа. Но это как бы момент такой, что это не особенно важно. Если вдруг у вас окно внешних данных случайно закрывается, это возможно. Включить окно внешних данных, там маленький крестик такой имелся, можно на вкладке «Данные». На вкладке «Данные» окно внешних данных, галочка проставляется в чекбокс. Пожалуйста. Но это все еще не завершенный этап по работе. Файлы увидели друг друга. И это второй этап работы, который называется «Связать данные». Но это всего лишь этап подключения. Для того, чтобы у нас действительно записи «Экселя» были связаны с каждой соответствующей фигурой на экране, нам нужно с вами увидеть вот такой элемент в виде цепочки. Линк. Причем данный линк можно организовать самостоятельно. Каким образом? Методика называется «Drag and Drop». Последний этап работы – это организация сопоставления. Фигуры и строки «Экселя» должны быть связаны друг с другом. «Drag and Drop» означает следующее. Есть запись «Лилия». Схватили запись «Лилию», тащим на «Лилию». Директор, отпускаем. Появился линк? Появился, да? Вот он. Цепочка такая. Цепочка. Если это действие произошло ошибочно, правой клавишей мыши по строчке «Экселя», я его называю «Экселем» – «Окно внешних данных» и команда «Break Link» – «Разорвать связь» там будет обязательно. Обязательно. То есть методика «Drag and Drop» хватает таскать к вашим услугам. А что я хочу? Третий этап. Я не хочу «Drag and Drop» – «Я не хочу хватать таскать». Я как бы вижу, что у меня данные перекликаются друг с другом по имени. Я хочу сейчас их связать и сделать это автоматически. Могу вручную хватать таскать, а могу нажать вот на сию кнопочку. Связать автоматически кнопка, заявленная на вкладке «Данные». Нажмите, пожалуйста, на эту команду. Нажав на команду «Связать автоматически» со всеми фигурами, на текущей странице выделять фигуры было необязательно. Мы проходим с вами несколько шагов. Нажали на «Далее» и связь у нас будет возникать на основе «Имя» равно чему? «Имя». Согласны? Сопоставление данных здесь не очень умное. Вам надо его сделать вручную. «Имя» равно «Имя». Если у вас больше сопоставляемых полей, вы можете использовать «ИИ». Да, там «Фамилия» равно «Фамилия», но у нас их нет. «Имя» равно «Имя». «Далее». В принципе, все готово. Нажимаем с вами на «Ок». Цепочки возникли автоматически? Возникли. Все замечательно. И это последний заключительный этап в работе. Только когда вы сделали, давайте я повторю, этапы. Первое – это был шаблон, организационная диаграмма «Визард». Это просто построение. В принципе, это уже хорошо, да? Уже хорошо. И был такой человек у меня на обучении, который сказал, девушка, вы только что решили меня работы. То есть, его задача была, ее, вернее, ее задача была рисовать подобные организационные диаграммы вручную. Работа проводилась в Коралл. Что-то отрисовывалось в других местах. Ну, то есть, раз и готово. Второй этап работы – это подключение файлов друг к другу, но без третьего этапа работы, а именно связь, либо вручную «Драк и дроп», либо кнопку «Связать автоматически». Вот что мы с вами теперь имеем. Теперь у нас файлы синхронизированы друг с другом. Все, что делаем в файле Excel – односторонняя связь, разумеется. Все, что делаем в файле Excel, будет отображаться на нашей диаграмме здесь. Закройте, пожалуйста, окно внешних данных. Закрой. Что-то лишнее, постороннее, дурацкое появилось на вашей диаграмме. Видно, вот это вот, какие-то дополнительные выноски. Это рисунки. Рисунки, связанными с данными, могут появляться, если таковы умолчания программы. Я прошу вас выделить Ctrl-A, все фигуры на экране. Маленькая поправочка. Выделяем с вами все рисунки на экране. И используйте, пожалуйста, следующую команду. Рисунки, связанные с данными. Нет рисунков. Не надо. Они просто появляются автоматически во время связи. Нам не надо, что это такое, мы с вами пощупаем потом. Посмотрим потом. Кстати, штука интересная. Но пока выбираем нет. На вкладке данные идем в отказ. Я прошу вас сохранить вашу работу. Сохраните, пожалуйста, вашу работу. Можете представить ее как оргдиаграмма. Не знаю, там моя хотите, там как-нибудь ее назовите. Так, моя. Дополнительные возможности по внешнему виду гигантские. Это они, возможности, которые располагаются на вкладке конструктор в том числе. Это смена краски, смена оформления на вкладке организационная диаграмма вас может ожидать. Хотя, на мой вкус, выбрано самое компактное решение. Сейчас же я могу здесь изгаляться, выбирать что-то эдакое. Я так вижу, но все эти возможности интересные, но они приводят к тому, что у меня рабочая область сильно возрастает. Видно? Ну, выбран самый-самый компактный вариант по работе. Могу выбирать различные представления на вкладке организационная диаграмма. Могу выбирать различные макеты. Ну, что-то вот такое странное сделать, например. Ну, в целом, это уже другие вопросы, более простые. Более простые. Уважаемые слушатели, закрываем с вами этот файлик. Таким образом, та первая обещанная часть семинара по поводу того, как можно автоматизировать свою деятельность в программе видео, мы с вами выполнили. Так, теперь давайте мы с вами посмотрим на то, что такое данные вообще. Откроем с вами в папке семинар-визио файл под названием «Данные». Так, я, кстати, мало внимания уделяю слушателям вебинара. Уважаемые слушатели вебинара, вы с нами? С нами? Так, вижу, что у нас даже пока потерь нет. Отлично. Так, отлично. Так, давайте я обещала вашу... Ага, отлично, отлично, отлично. Все, окей, окей, вижу, вижу. Итак, организованную диаграмму мы с вами построили. Вроде бы я ничего не забыла. Да, ничего не забыла. Но разве что я забыла привести вам доказательства, что если я в файле Excel вношу изменения, то у вас обновляются данные в визуализации. Но вы можете мне немножко поверить, да, что это правда, что я вас не обманываю. Ну, хотя следующий вариант, пожалуй, уже буду показывать более основательно. Итак, понятие «данные» вообще в программе Visio за собой несет множество возможностей. Но есть у нас объекты, у которых данных нет. Вот, например, логотип компании «Центр-специалист». Челкните, пожалуйста, по нему. Вспоминайте, как открывается окно данных фигуры. Не внешних данных, а просто данных. Либо на вкладке «Данные» вы можете поставить галочку в чекбокс, вот сюда. Либо на вкладке «Вид области задач». И я так подозреваю, что окно данных будет абсолютно пустым. У некоторых объектов есть данные, у других объектов нет данных. Как зачастую отсутствие данных мы с вами имеем на рисунках, которые вставлены, ну, методом команды «вставка рисунок», например, да. У них никаких особенных данных нет. Но они могут появиться. И то, что мы с вами будем иметь эти данные, в дальнейшем для нас предоставляет такие возможности, как создание системы индикаторов, как создание отчетов. Причем эти отчеты носят табличную форму, подвергаются фильтрациям, различного рода вычислениям, подведениям итогов, если мы только эти данные сумеем создать. Как создаются данные вообще? Речь идет о создании категорий. Действие происходит правой клавишей мыши непосредственно в окошке данных. Щелкните правой клавишей мыши, определить данные фигуры. Подпись. Давайте введем название. Ой, сори. Подпись – это название вашего поля. Название. Тип. Может быть любой, в том числе и постоянный переменный список, но в рамках экономии времени я оставлю просто строка. Это нейтральное, то есть без указания формата. Мы можем с вами название комплекса ввести абсолютно любое. Это будет у нас первое поле. Название. Название. Формат мы с вами не задаем, значения мы с вами не задаем, но не прерывайте, пожалуйста, процедуру кнопкой «Ок». Не нужно. Нажмите, пожалуйста, кнопку «Создать», для того, чтобы мы с вами смогли создать еще одно поле. Создать. Так. Давайте количественные данные представим. Например, прибыль. Прибыль. Тип. Можно выбрать денежную сумму, можно выбрать число. Давайте число выберем. Число. Формат. Формат. Формат можно обычный. Вот здесь вот формат. Если это число, выберем формат. Формат обычный. Еще раз нажимаем с вами на кнопку «Создать». И последнее, пусть это уже будет третье поле, называется у нас «Количество слушателей». Тип у нас будет также числовой. Формат. Формат обычный. Для тех из вас, кто умеет прописывать собственные форматы, хотя даже не обычные, это по-дурацки, извините, звучит целое число. Мы же с вами это, да, конечно же, люди. Да. Дробных чисел тут не будет, целое число лучше выбрать. И только когда вы создали все необходимые поля, вы нажимаете на кнопку «Ок». Теперь у данного элемента вы должны наблюдать в поле данных фигуры три поля названия, прибыль, количество слушателей. Если чуть пошире взглянуть вообще на создание своих собственных наборов, пожалуй, это та тема, которую я буду поднимать на следующем семинаре. Я его буду также посвящать программе «Визио», что она вам дает. Да, 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 собственные трафареты, собственные фигуры, собственные наборы фигур, то это одна из тех процедур, которая выполняется по отношению к объекту. Каждому объекту, который вы будете в дальнейшем определять в программе, надо создавать подобные поля. И чем их больше, тем больше возможностей мы с вами будем иметь потом. Ну а пока в рамках работы «Здесь и сейчас» я прошу вас на слайде, на экране в рабочей области отдублировать получившийся элемент. Можно Ctrl-C, Ctrl-V, можно удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре, пусть будет штуки 4. Вообще-то количество центов у нас больше, да, больше у нас корпусов на самом-то деле, но пусть будет 4 штуки в рамках экономии времени. Так, Ctrl держим и перетаскиваем объект мышкой. А, да, 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 да. К каждому комплексу мы с вами введем название. Так, название комплекса, комплекс выделяю, комплекс выделяю. Так, название прописываю белорусский. Прибыль, ребята, произвольно. Ну, давайте, ну что, чтобы не выдавать коммерческие секреты. Ну, там, сколько-нибудь, сколько-нибудь напечатаем. Количество слушателей также сколько-нибудь напечатаем. Ну, скажем, прибыль порядка полутора миллиона. Количество слушателей порядка, ну, пусть будет, не знаю, давайте сделаем сколько-сколько-сколько. Сделайте за меня, пожалуйста, это. Скажите мне, что мне нужно сделать. Ну, 100 тысяч, например. И в пределах данных, например, цифр мы с вами оформим и другие комплексы тоже. Другой комплекс оформляем. Пусть будет у нас комплекс тульский. Прибыль, ну, вы знаете, да, полтора, где-то два, ну, максимум с вами оформляем циферки. Так, еще один добавлю. Количество слушателей также порядка, ну, там, 200 тысяч, 300 тысяч. Еще один комплекс, пусть у нас называется полежаевский. Пусть у нас будет небольшая интрига, пусть где-то будет мало денежек. Мало денежек, мало слушателя. Ну, так вот, не добрали, допустим, до миллиона. Количество слушателей также, пусть у нас будет поменьше, например, там, пусть будет, ну, 80 тысяч. Так, и последний комплекс у меня остался. Пусть комплекс у меня называется Бауманский. Бауманский. Бауманский корпус. Ну, и произвольно, пожалуйста, вводите цифры по прибыли и по количеству слушателей. Это работа с данными вручную. Нравится? Я думаю, что не очень. То есть вы сначала определяете поля данных фигуры, затем каждую фигуру обрабатываете в отдельности. И представьте себе, что эту процедуру можно автоматизировать. Мы непременно перейдем с вами к оптимизации, но я уже на этом даже этапе хочу показать, что вы можете иметь. Выделите, пожалуйста, ваши объекты на экране. Ну, хотя это даже не обязательно. Вкладка «Редко используется в работе». Рецензирование. Вкладка «Рецензирование». Отчеты о фигурах. Видно? Вкладка «Рецензирование». Команда «Отчеты о фигурах». Нажимаем с вами на «Создать». Фигуры на текущей странице. Можно было даже не выделять. Далее. Поставьте, пожалуйста, галочки на название, количество слушателей и прибыль. Галочки будут располагаться внизу. Все свойства объектов отображать не надо. Как правило, они имеют служебный характер. И отображают такие качества, как ширина, высота, положение. Последние галки. Далее. Так. Заголовок отчета. Отчет о прибыли. Можно ввести. И я прошу вас нажать на кнопку под названием «Итоги». «Итоги». Есть? «Итоги». Вы хотите наверняка получить сумму по двум полям. Количество слушателей и прибыль. Хотите ведь? Хотите, хотите. Поставьте галочку «Сумма» на поле «Количество слушателей» и на поле «Прибыль». Может быть, нам захочется узнать среднее. Поставьте галочки по среднему тоже. Но максимум, минимум здесь очевидно, поэтому можно не выбирать. Сумма и среднее, я считаю, будет неплохо. Сумма средняя. Окей. Окей. Так. Отлично. В поле «Сортировка» я хотела бы изменить порядок столбцов. Нажмите, пожалуйста, на кнопку «Сортировка», которая представлена под итогами. И мне кажется, название надо приподнять. Поле названия вверх. Сначала, чтобы было название комплекса, потом была, например, прибыль, а потом количество слушателей представлено. Что касается порядка срок, это не важно. Порядок столбцов для нас здесь важен. Окей. Ну и, пожалуй, достаточно. Нажимаем с вами на кнопку «Далее». И готово. И готово. Есть он у вас вот здесь. Я повторно имя не вводила. Это определение отчета 1. Надо было его повторно переименовать. То, что мы с вами ранее вводили, что это у нас отчет о прибыли, это будет прописано уже в самом теле отчета. Итак, вновь появившийся отчет, определение отчета 1 мы с вами выделяем и выполняем. Вся эта процедура была направлена только на создание отчета, а вот теперь кнопка «Выполнить». Кнопка «Выполнить». В различных вариациях мы можем с вами это представить. В формате Excel. Да, можем. Можем также в формате фигуры Visio, HTML. XML не пробовала. Не пробовала. Как бы не специалист. Мне это здесь не нужно. В формате Excel прошу. В формате Excel. Окей. Ага. Как вам? То есть, основываясь на данных фигурах, мы с вами имеем раз и... Пожалуйста. Закрывайте этот файлик. Он нам, в принципе, ничего не дает. Закрывайте, не сохраняйте его. Попробуйте еще раз. Отчеты о фигурах. Создавать отчет не надо. На вкладке «Рецензирование» нажали на кнопку «Отчеты о фигурах». Мы с вами выделяем определение отчета 1. Выполняем. И выберите, пожалуйста, фигуру Visio. Это тоже интересный вариант. Фигура Visio. Окей. Компактный отчет. Excel внедренный файл непосредственно внутрь вставляется. Отображается. То есть, можно прямо здесь. Прямо здесь. Не выкидывая в Excel. Если же вы по нему двойной щелчок сделаете, то вы можете его редактировать с помощью программы Excel. Это внедренный файл, но это не очень удобно. Лучше этого не делать. Двойной щелчок для редакции, а дальше копаться внутри. Но не стоит. Итак, вот что нам дают данные фигуры. Те способы работы, которые я предлагаю вам рассмотреть далее. А именно, мы с вами возвращаемся к автоматизации деятельности. Я хочу поднять вопрос о том, что вот это все может быть подтянутый внешний файл. Схема может быть самая разнообразная. Это не обязательно организационная структура предприятия. Это может быть что-то иное. Поэтому я советую взглянуть сейчас шире на данные вопросы. Этот файлик мы можем с вами сохранить при желании. Он ваш. Как бы делайте с ним все что угодно. Сохраняем, закрываем. И нас с вами ждут новые действия. Внешние данные. Файл, который я вас прошу открыть далее, это файл внешние данные. Открываем. В нашей рабочей папке файл внешние данные. Я заранее расположила ряд примитивных объектов здесь. Пощелкайте, пожалуйста, по этим объектам. Убедитесь, пожалуйста, что поле данных пустое. Что я вас не обманываю. Поле данных не содержит ничего. Щелкаем, 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 щелкаем. Эти фигуры я собираюсь связывать с файлом Excel. Что из себя представляет файл Excel, я вам покажу на экране. Не открывайте его. Я просто продемонстрирую его быстренько. Так. А он у меня есть, интересно. Наверное, sales. Продажи. Да. Файл Excel представляет из себя табличку с промежуточными итогами. Но это не очень важно, честно говоря. По названиям столбцов давайте пройдемся. Отдел. Клиенты. Прибыль. Европа, 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 Европа. Итог. Ну как это сделать в Excel? Это проблема Excel, но факт, что есть. Меня, кстати, волнует, я сразу скажу, только итоговые данные. Филиал, 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 итог. Филиал, 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 два, итог. Да, вот отдельные строчки меня волнуют. Китай, итог. Да, итог филиала 3. Итог филиала 4. Ну и общий итог КАЦ меня не очень волнует. Есть такая табличка о трех столбцах, отдел клиенты, прибыль. И мне надо эту табличку каким-то образом присоединить к схеме, которую мы с вами имеем сейчас на экране. Да, простенькая схема. Действия у нас с вами будут сейчас происходить. Давайте начнем на вкладке данные. Прошу прощения, першит в горле. Вспоминайте, пожалуйста, какую команду мы с вами нажали для того, чтобы организационная диаграмма и файл Excel вошли в первичное соприкосновение друг с другом. Связать данные с фигурами, да. Начало работы то же самое. Вы нажимаете на команду связать данные с фигурами. И сейчас идет только период подключения. Мы с вами книгу Excel имеем. Далее. Через кнопку обзор выбираем с вами нашу книгу Excel. Это будет в нашей по рабочей папочке Seminar Visio файл под названием Sales. Продажи. Собственно, открываем. Открываем. Идем далее. Идем далее. Диапазон нам выбирать не обязательно, но на этом шаге понятно, что вам нужно указать лист. Я работаю с однолистовыми файлами, поэтому я знаю, что это 100% нужный лист. Идем далее. Не сомневайтесь. Далее. А вот тут давайте посмотрим. Давайте остановимся. Я вам как-то раз обещала, что мы будем больше времени уделять именно этому шагу. И выбрать столбцы. Пожалуй, здесь мы выбирать не будем. Нам нужно здесь все. И отдел, и клиенты, и прибыль. Но нажать можно, конечно. Можно посмотреть. Помните, все три столбца в том файле были? Да, они отображаются у нас. Но если какие-то файлы, ну, лишние столбцы, вы бы просто с них бы сняли галочки элементарные и все. А теперь мне нужно выбрать строки. Мне не нужны там все строчки подряд. Мне нужны, вспоминайте, только те строчки, которые содержат слово «Итог». «Итог». Нажмите на команду «Выбрать строки». Так. «Европа» и «Тог». И так далее. Есть, да? Ну, как этим работать, как с этим управляться? Уважаемые слушатели, это своего рода даже идет не просто обзор строк, это фильтрация. Вы, кстати, же знаете, что такое фильтр в заголовочке, да? В отделе у вас есть стрелочка вниз, вы можете здесь написать свое собственное условие, есть у вас условие по фильтру. Это несложно, честное слово. Условие. Поле. Выбирайте. Отдел. Сравнение выбирайте. Содержит. Значение выбирайте. Итог. Не выбирайте, а пишите. И то же самое поле «Отдел» не содержит общий. Ну, мне общий итог не нужен. Вообще, маленькая буква, большая буква, Excel на это плевать и везет тоже. То есть, я просто для красоты, для общего антуража это использую. Мне нужны только те строки, которые содержат слово «Итог» и не нужны те строки, которые содержат слово «Общий». Окей. Предварительно нормально? Европа – итог, филиал 1-2, Китай – итог, филиал 3, филиал 4 – итог. Расширьте это место, посмотрите. Видно, что только итоговые. Да, они называются по-разному. Есть Европа, есть Китай, есть филиалы. Но посторонних здесь нет. Просто Европа здесь нет, просто филиал 1-1, только итоги. Итак, окей. Итак, окей. Далее нажмем с вами на кнопочку «Далее». И здесь снова будет отличие на предпоследнем шаге. Вспоминайте, пожалуйста, что мы по отношению к организационной диаграмме, мы выбрали здесь, что строки не содержат уникальных идентификаторов. Основываясь на том, что судьба человека в организации может измениться, у него может измениться руководитель, у него может измениться фамилия, он сам может не быть уже в этой организации. Но в данном случае у нас есть, есть идентификатор, это название. Название, отдел. Выберите, пожалуйста, отдел. То, что здесь прибыль рекомендована, ничего не означает. В данном случае умолчание программы, я бы сказала, работает так себе. То есть числовые поля не должны выбираться, они как раз те самые, которые меняются. Мы ориентируемся здесь на название, это отдел, и нажимаем с вами на кнопочку «Далее». Готово. Окно внешних данных должно вам показать наши данные. Вот, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Это они. Эта часть процедуры есть у нас? Готово. Но еще же ничего не произошло. Мы с вами просто подключили файл Excel к файлу Visio, но связь еще не организована. Напоминаю, что признаком связи является вот такой линкующий значок, которого мы с вами пока не видим. Но вопрос сейчас, конечно, будет такой. А могу ли я здесь связать их автоматически друг с другом? В прошлый раз, помните, организационную структуру автоматически делали? Чик и готово, да? А в этот раз у кого какое мнение? Я думаю, нельзя. А почему нельзя? Ну, как это, две вещи не связаны. Других нет. Нет, нет, нет за что зацепиться. Нет, 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 нету идентификатора ключевого поля, поля категории, вот как ее не назови. Недаром я вам показала вот здесь вот в начале, помните, когда мы с вами щелкали по фигурам, здесь вообще полная пустота. Ну, здесь ничего нет. Поэтому здесь, увы, если бы здесь было бы прописано название, там, Европа, итог, филиал и так далее, то мы могли бы их привязать, ориентируясь хотя бы на одном совпадении. Когда нет ничего, остается только ручная техника. И мы с вами будем ее применять. Европу и ток схватили и тащим на более-менее... А вот глобусы есть, которые в сторону Европы смотрят? Вон туда лепите. Вот они. Европу и ток связываем с вами с глобусами, которые смотрят на Европу. Китай и ток, соответственно, привяжите к глобусам, которые смотрят в сторону Китая. Филиал 1, 2, 3. Ну, раскидайте произвольно. Вот 1 строка. Вот 2, вот 3 и 4. Количество там должно идеально совпадать. Так, есть. Вот мы должны видеть поля данных следующие. Окно данных открыто. Если есть вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, я отвечу на них с удовольствием. Как минимум на вкладке рецензирования мы уже можем с вами создать отчет, правда? Вкладка рецензирования, отчет о фигурах. Харчик и готово. Табличка у нас, которая консолидирует эти данные, будет находиться в видео. Ну, правда, зачем? Не очень понятно. Я вам буду приводить другие примеры сейчас. То есть, не будем с вами отчет формировать. Не будем. У нас уже есть файл Excel, поэтому теряется мысль. Для начала давайте все-таки посмотрим то, что я вам не показала на организационной диаграмме. Хочется все равно показать, хочется доказать. Возвращаемся с вами к папке. Сверните файл видео или просто параллельно откройте, пожалуйста, нашу папку. Я прошу вас открыть файл Sales. То, что связь у нас работает, я хотела бы доказать. Итак, давайте только с Европой хотя бы поработаем. У нас Европа, Европа. Европу итог не трогайте. Там все будет автоматически меняться. Любую Европу давайте мы с вами будем увеличивать или уменьшать. Клиенты. У одной из Европы, у Верхней Европы, клиенты 50, прибыль. Та-та-та-там. Ну, прибыль там, не знаю, 100 тысяч давайте. Вот так. Соответственно, у нас строчка итоговая у Европы будет выглядеть как клиенты 110, а прибыль 144,806. Ага. Сохраните, пожалуйста, эти данные Sales. И давайте перейдем в видео, посмотрим. Европейскую мы с вами смотрим. Пока еще ничего не произошло, но погодите, погодите. Кнопка обновить нам нужна на вкладке данные. Вот теперь должно обновиться. Европа у вас должна обновиться. Если вы щелкните по европейскому значку, то окно данных демонстрирует вам самые свежие сведения. Это так? То есть все должно пройти. Только кнопочку обновить надо нажать. По умолчанию она не выполняется. Можно поставить там, конечно, галку, чтобы во время открытия файла она выкидывала окно, а все обновляла. Ну, это так, дело вкусово. Команда обновить здесь же находится рядышком. Отлично. Закройте, пожалуйста, окно внешних данных. Можно даже окно данные фигуры можно прикрыть, закрыть. Я хотела бы пойти дальше. Что мы с вами можем иметь на основании внешних данных? Сейчас будут, пожалуй, не то чтобы полезные вещи, но симпатичные. Симпатичные. Все позакрывали. Мы собираемся эту схему, допустим, печатать. Такова моя окончательная цель. Ну и просто кружочки безымянные, без ничего. Выглядят скучно, выглядят грустно. Я прошу вас выделить объекты на экране. И на вкладке данные нажать на команду рисунки, связанные с данными. Создать рисунок, связанный с данными. В 16 версии, если не ошибаюсь, это действие звучит как расширенные рисунки, связанные с данными. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Итак, создать рисунок, связанный с данными. Перед вами будет следующее поле. Отнеситесь, пожалуйста, к этой процедуре как к развлекательной. Самое интересное, самое главное мы с вами уже посмотрели. Но это всего лишь система индикаторов, которая может вам понравиться. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Нажмите на кнопку создать элемент. Поле данных разворачиваем. Отдел, отображение, текст. Стиль мы можем с вами подыскать что-то подходящее. Здесь у нас написано выноска с текстом. А можно просто выбрать что-то. Ну, вот заголовок 2, мне кажется, будет смотреться неплохо. Так. Так. Пожалуй, рамка здесь не нужна. Тип рамки нет. Я, честно говоря, даже не знаю, что получится. Но попробуем. Окей? Окей. Да. Появилось у нас название каждого отдела на экране? Причем расстояние можно регулировать. Все это делается, все это правится. То есть у нас возникли подписи к этим объектам, основываясь на том, что у нас были поля данных фигуры. А поля данных фигуры мы с вами получили из файла Excel. Но это не все. Это, конечно же, еще не все. Снова выделяем с вами все рисунки на экране и нажимаем снова команду рисунки, связанные с данными. Если ваша задача придумать принципиально другое решение, вы будете выбирать кнопку создать. Если нам нужно всего лишь накопительное решение, мы выбираем с вами вариант изменить. Изменить рисунок, связанный с данными. Выберите, пожалуйста, именно данное предложение. Так. То есть таких-то элементов может быть много. Накопительный результат. Нажмите, пожалуйста, снова команду создать элемент. Помимо того, что у нас будет текстовое отображение отдела, мне хотелось бы получить отображение, к тому же еще и поле прибыль. Поле данных прибыль. Отображение. Набор значков. Значки здесь миленькие, значки интересные. Это может быть значок уровня сигнала. Чаще всего традиционно выбирается система светофоров. Бывает система флажков. Но флажки немножко жиденько смотрятся на экране. Худенькие они. Да, светофоры. Причем не такие, опять-таки, далекие, а более крупные исполнения. Светофоры, смайлики для любителей. А также это могут быть система стрелочек. Давайте выберем с вами светофоры. Такие крупные которые. Крупные. В зависимости от того, сколько у вас значков, у вас и произойдет вот такая вот настройка. Если было бы три значка, то было бы три поля. Если у нас с вами побольше значков, то, соответственно, побольше. Заполнение сейчас произойдет вручную. В Excel, например, есть такая штука, как условное форматирование. Знаете такую, да? Но там они автоматизированы по принципу минимум, максимум и средние. Здесь же, я даже не знаю, как это рассматривать, как хорошее качество или как плохое. Здесь у нас будет процедура выставлена вручную. Сейчас, чтобы я быстренько посмотрю, я бы, по-моему, заготовочку подобную делала, чтобы быстро продиктовать, а то данные в Excel я уже и не помню. Так. Так, неинтересно, неинтересно, неинтересно. Ага, нашла, нашла. Итак, у нас с вами четыре поля. Давайте попробуем. Верхнее поле, прибыль между или даже больше. Больше или равно? Больше или равно. Ну и давайте с вами установим 50 тысяч. Так. Желтенькую с вами оформим. Желтенькую сделаем между. Между. Наоборот, что ли, идет? Нет. Не буду я подглядывать в записи, там, по-моему, все неправильно. Давайте файл Excel открою, а вы мне уже скажете самостоятельно. Так. Свыше. Верхнее правлю. Прибыль. Больше или равно 100 тысяч. Давайте сделаем. У нас же была такая величина там, да? 100 тысяч. Желтенькую мы с вами пометим, как между. Между, 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 между. Сейчас, сейчас. Интрига, интрига, интрига. Так. Между. Пусть будет 65 тысяч. Не забудьте все нули. И 99. А красную мы с вами установим меньше или равно. Но, ну, пусть будет 64 тысяч. Последнее поле, наверное, можно даже не заполнять. Окей. Применяем. Смотрим. Европа, итог, хорошее, зеленое, все остальное желтенькое. Красное, никого не встретилось. И есть подобная, да, картинка. Система цветовых индикаторов. Конечно, можно добавить больше элементов. Можно заставить отображаться их цифрами. Почему-то я не вижу один из своих самых любимых элементов, который в виде спидометра представлялся. Давайте мы его поищем. Создайте еще один элемент. Поле данных. Пусть будет уже клиенты. Отображение. Выбираем с вами гистограмма. А стиль спидометр. Он автоматически действует, так что здесь ничего настраивать не нужно. Поле данных клиенты. Отображение гистограмма. Стиль спидометр. Так, что у нас получится? Окей. Ну вот, что-то получается. Только само слово клиенты не нужно, чтобы прописывалось. Можно изменить этот элемент так, чтобы слово клиенты у нас не прописывалось. Нет, оно прописывается. Подпись. Подпись можно просто убрать, попробовать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, да, да. Просто убрать подпись. Ну, тогда выглядит немножко непонятно. Ну, пусть так будет. Я отменяю действие назад. Пусть будет, как сделали. Угу. Угу. Так. Итак, это рисунки, связанные с данными. Система индикаторов. Конечно, в аудиторном курсе мы будем уделять больше внимания подобным настройкам. Но, в итоге, если понравилось. Если понравилось, то неплохая штучка. Кроме того, можно еще здесь же добавить легенду. Команда добавит легенду на вкладке данные. Легенду выбираете размещение любое по горизонтали, по вертикали, как вам больше понравится. Легенда – это отображение значков, которые вы заполнили, чтобы человек мог ориентироваться, что все это означает. Легенда. Добавить легенду по горизонтали, либо добавить легенду по вертикали. Вот раз вариант, вот два варианта. Угу. Причем можно даже ее по частям управлять. Да, можно клиентов удалить, оставить только прибыль. Вот, как вариант. Команда добавить легенду. Ну что ж, внешние данные, которые мы с вами подключили, они обновляются. Мы с вами в этом убедились. Хотя и связывали мы данные вручную. Но это был единственный возможный вариант работы. Дополнительные действия у нас на вкладке «Данные», рисунки, связанные с данными. Вот, эдакие забавности. Помимо того, что на вкладке «Рецензирование» можно создавать отчет, мы еще имеем отображение в виде рисунков, а также дополнительно отображается как система индикаторов, объясняющая, разъясняющая. Это команда добавит легенду. Это еще возможности визио. Сохраните, если желаете, разумеется, данный файл. Сохраняем, закрываем. И я хотел бы показать вам последнее упражнение, как визио может еще прийти в вашу жизнь, каким образом визио может автоматизировать ваши данные с помощью специального шаблона. Для того, чтобы попробовать это уже упражнение, я прошу вас запустить визио с чистого листа. И создать новый документ визио. Без выбора шаблона, обычный чистый белый бланк. Работа, которую я сейчас буду проводить, может показаться невероятно сложной, трудоемкой, странной, но результат вас будет приятно радовать, уверяю вас. Вам понравится, понравится то, что вы получите. Предварительно вы наверняка заметили, что у визио довольно-таки живое поведение листа. Если некий объект находится на экране, то если вы будете перемещать этот объект, и вообще ваша схема будет как-то увеличиваться, то вы будете видеть увеличение рабочей области. Но нам здесь этого не нужно. Пройдите, пожалуйста, на вкладку данные. Прошу прощения, заговариваюсь. Конструктор. Ориентацию листа визио выберем с вами альбомную. Нам это пригодится. Размер формата А4. Он здесь у нас установлен по умолчанию. На вкладке конструктор самое важное, прошу вас отжать кнопку автоподбор размера. Снимите ее, пожалуйста. Кстати, это и ответ на вопрос. Если вы хотите работать в стандартном режиме, чтобы размер страницы рабочей области у вас не увеличивался, то это надо отжать эту кнопку, которая включена у вас по умолчанию. Это подготовительная процедура. Подготовительная. Можете ее даже не запоминать. Не хочется просто это сделать. Далее мы с вами должны открыть специальный шаблон. Шаблон элементов, который открывается у вас из области задач фигуры. Область задач фигуры у всех присутствует по умолчанию, правда ведь? Вот она, на листе заявлено. Область задач фигуры. Дополнительные фигуры открыть набор элементов. Набор элементов представляет из себя крутейший набор с макросами, вшитыми внутрь набора. Это папка семинар. И то, что я вам принесла, называется Russia Map Visio. Russia Map Visio. Открывайте. Двойным щелчком. Папки семинар. Это не пиратство. Вы можете использовать это в своих целях. Набор этот распространяется совершенно произвольно. Можно поблагодарить разработчиков этого набора. Сказать спасибо. Молодцы ребята. Вообще все классно. Набор элементов. Набор элементов, который можно открыть. Пожалуйста, он вот в вашем распоряжении. Что-то у нас авторы слетели. К сожалению, не могу сказать, кого мы должны благодарить за этот набор элементов. Но впервые я о нем узнала именно благодаря лицу Visio в России Валерию Ефремову. Спасибо ему еще раз. Ну и да, собственно, урок это часть урока непосредственно от него я получила. Я прошу вас щелкнуть по любому элементу в наборе. Ctrl-A. Выделите, пожалуйста, содержимое. Да, не играйте. Сейчас будет конкретный алгоритм действий. Выделяем с вами все эти объекты. И удерживая левую клавишу мыши, мы с вами перетаскиваем эти объекты к себе на экран. Получается что-то странное. Но не спешите судить. Сейчас все будет круто. Ctrl-A. Выделяем объекты уже на рабочей области. И щелкнув правой клавишей мыши, мы с вами сейчас будем действовать по макросу. То есть это действие предлагает нам организовать, пристыковать, собрать все эти области, округа и так далее в единое целое команды arrange to page. Arrange to page. Окей. Вот что мы с вами имеем. Вообще, когда в следующий раз когда-нибудь увидите карту России, и в ней что-то будет там покрашено, обозначено, это сделано в видео. И это сделано на основе макроса, который вы сейчас видите. А макрос, в свою очередь, находится в этом наборе. Russia Map Visio. Кстати, я вас порадую. Подобные же наборы имеются в земной шар. То есть, там работает только Европа. А нам. А, кстати, где ваше окно данных фигуры? Данные, окно данных фигуры. Щелкните, пожалуйста, по любому элементу. Сбросите выделение и щелкните по конкретному элементу. Название на русском языке. Название на английском языке. Коды. Ну, коды нам, в принципе, здесь не нужны. Capital. Столица. Округ. Северо-западный. В моем случае. Я читаю. Каждый из этих блоков предоставляет вам информацию, пожалуйста. Округ. Название. Круто, как бы. И столица. И это еще не все. Если продолжать работать с картой, мы можем с вами подключить различные интересные действия. А также, я склоняюсь снова в чем у нас дело-то сегодня. Мы можем сюда подвязать еще и внешний файлик Excel. Он у меня есть. Он у меня с собой. И это снова та часть работы, которая относится именно к автоматизации. Даже эта карта много что может без внешнего файла. У нее огромное количество возможностей. Но посмотрите, у нее нет никаких числовых показателей. То есть, я единственное, что могу сделать, я прописать столицу могу, да, в каждой из них. Да, могу текстовое выражение вот прописать, чтобы здесь везде прописывалась столица. Но, честно говоря, они будут заезжать друг на друга. Это нужно карту побольше сделать, увеличить ее. Но я могу. Здесь нет числовых показателей. Именно поэтому мне хочется подвязать внешний файлик Excel, в котором эти показатели будут. Файл Excel я вам покажу. Файл называется Map. Находится в нашей же папке. Открываю, смотрю. Ага. Название, областей, республик, код региона. Здесь у меня представлен общая численность, городское население, сельское население. То есть, вся эта информация у меня дается не по всей карте. Не по всей карте только один округ меня здесь волнует. Наверное, вначале мы часть карты будем с вами удалять, пожалуй. Да, вот как я решила. Так, для этого, для начала нужно увидеть то, что мы с вами собираемся удалять. Уважаемые слушатели, я придумала, чем мы будем с вами заниматься. Выделите, пожалуйста, всю карту целиком. Вот так. Выделяем. Выполняем с вами команду рисунки, связанные с данными. Пожалуй, вам, кстати, понравится эта команда. Я ее заново использую в новом ключе. Создать рисунок, связанный с данными. На вкладке данные. И создать элемент. Поле данных. Выберем с вами округ. Отображение. Цвет по значению. Возникли у нас округа. Северо-западный, дальний, восточный, приволжский. И так далее, и так далее, и так далее. Так, 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 так. Окей. Окей, окей. Да. Раскрасили по округам. Получилось? Мне необходимо выделить сейчас только то, что относится к вот этому зеленому диапазону. Вот с этим давайте мы с вами будем поработать. Остальные части схемы, пожалуй, давайте удалим. Если хочется, на этом этапе вы можете сохранить файл по другим именем, если вам хочется иметь в таком виде. Но давайте мы будем ориентироваться только на эти данные, зелененькие. Нужно выделить аккуратненько, отделить, а всю остальную схему я прошу вас уничтожить клавишей Delete. Минуту на это выделю. Нас интересует данная часть схемы. Больше нам как бы ничего не интересно, будем считать так. Ну, файл Excel у меня не очень большой, и я хочу конкретизировать конкретный округ. Приволжский, давайте, назову его, как есть. Это все Приволжский округ. Сюда входит у меня Кировская область, Пермский край, Нижегородская область, ну, а округ Приволжский. Приволжский. Ну, поудаляли, готово. Итак, все, что мы с вами видели при работе с картой России, а также карта мира, есть такие макросы. Если вы не сможете их скачать, напишите мне на почту, я могу поделиться с вами подобной информацией. То есть есть такие готовые макросы, которых перетаскиваешь, нажимаешь на кнопку Arrange to Page. Это и Европа, и мира, и Россия. Ну, Россию вы видите. Ну, у них поля данных прекрасные, да, интересные, но нет числовых показателей. Числовые показатели у вас находятся в файлике Excel. Файлик Excel, который в нашем случае будет называться Map. Он у вас есть. В нем как раз-таки содержатся данные именно по Приволжскому округу. И давайте я заново вам его продемонстрирую. По трем полям. А нет, это так, побольше здесь, да. Общая численность, городское население, сельское население. Ну, по общей численности. Общая численность, пожалуй, нам нужна название, и общая численность будет неплохо. А идентификатор пусть будет у нас код региона. Дело в том, что я не очень верю названию, а вот код региона, я думаю, будет идеально совпадать. Код региона, а в названии может быть лишнее, ну там, не знаю, лишний пробел даже, да, и это уже другое название, сильно не доверяю. Код региона. Отлично. Вспоминайте, пожалуйста, как происходит работа с внешними данными. Что делается в первую очередь? Связать данные с фигурами. То есть первый шаг это подключение, чтобы файлы увидели друг друга, команда связать данные с фигурами. Мы проходим с вами действия мастера, это книга Microsoft Excel. Далее. Это через кнопку обзор выбираемый нами файл в папке семинар. Это файл под названием map. Далее. Лист один, да, лист один. Далее. Все столбцы, но в целом мне не все столбцы нужны, но пусть будут все столбцы. Тут самый момент, кажется, маслом не испортишь. Далее. Так. Сопоставление данных на основе названия. Да, пожалуй, на основе названия. Можно выбрать код региона, но в целом, да, здесь название, пожалуй, доверюсь. Пусть, да, тем более рекомендовано. Да, ладно. Далее. И готово. И готово. Название. Есть. Общая численность, городское население, но пока нет связи. То есть подключили, да, подключили. Но пока мы с вами еще не имеем полного сопоставления данных друг с другом, поскольку мы еще все это еще не залинковали. Чтобы провести линкование, мы будем использовать команду автоматической связи. Пожалуйста, нажмите на кнопку связать автоматически со всеми фигурами на текущей странице. И сопоставление данных давайте выберем с вами все-таки по коду региона. Не доверяю я больше названию. Код региона совпоставляем с кодом. Код региона равно код на английском языке. Хотя можно было бы выбрать название. Цифрам верю больше. Код региона с кодом совпадает. Далее. Готово. Связаны. Завязаны. Отлично. Скажите, пожалуйста, выделяя каждую отдельную составляющую привозского региона, у вас появились дополнительные данные об общей численности городского сельского населения? Есть такая дополнительная информация? Чудненько. Чудненько. Окно данных фигуры должно это отображать. А теперь, как я собираюсь это использовать? Совершенно сумасшедшая вещь сейчас будет. Закрывайте наши окна данных. Они нам не очень нужны. И внешние данные можно закрыть. Здесь все прекрасно работает. И окно данных фигуры можно закрыть. Выделяйте фигуры привозского края. Выделяйте. Сейчас мы с вами будем заканчивать процедуру. Будем создавать с вами рисунок, связанный с данными. Создать. Создать. Создать элемент. Поле данных. Выберем с вами общая численность. И я просто довольно часто вижу этот прием. Даже в развлекательных целях демонстрируются там карты мира, например. Совсем недавно видела в Comedy Club, кстати, похожая. Откуда у меня про размер груди-то вот эта фантазия. Да. То есть карта была представлена. И я знаю, как ее сделали. В нашем случае все будет прилично. В рамках рекламного семинара. Мы будем использовать общую численность. Но вот отображение выбирайте не текст. То есть не текст должен быть прописан, а цвет по значению. Выберите, пожалуйста. Разумеется, цифры здесь правятся. Все правится. Но можно довериться автоматической раскидовке. Можно все изменить. Но и так уже это выглядит неплохо. То есть цвет по значению для общей численности даст нам удивительный результат. Нажмите, пожалуйста, на ОК, нажмите на ОК. Вот что мы с вами имеем. То есть самая крутая численность населения у нас с вами где? Вот эти самые такие глубокие краски. Что это у нас? Республика Башкортостан. А также в Татарстане. А самые слабенькие данные я вижу. Ульяновская область. Да, да, да. Совсем белый цвет. Республика Марий-Эль. Так, что еще? Мордовия не очень много. То есть вот как это то самое бликование делается, если вы цифровые данные отображаете с помощью цветовых индикаторов. Вот рисунки связанные с данными. Еще раз напомню. Поле данных общая численность отображать как цвет по значению. Очень здорово получается в результате. Ну что ж, ну что ж. Это вот всего лишь частичка работы, которую я хотела продемонстрировать. Ну и она прошла неплохо. Внешние данные визио. Подвязываем командой связать данные. Связать автоматически. Если есть идентификатор. Если его нет, то таскаем вручную. Техникой drag and drop. Изменение файлов. Затем у нас кнопочкой обновить. Мы можем с вами вызывать мастер обновления. Если данные в Excel изменены, то мы можем с вами наблюдать моментальные изменения на экране. Автоматизация деятельности в организационных диаграммах, в схемах и в картах. Так, сохраняемся. Если пожелаете, сохраните себе, пожалуйста. Сохраните. Можно назвать как карты. Так. Вашему вниманию я предлагаю дополнительные упражнения, которые можно сделать. Например, есть такая лабораторная работа, называется Lab2. Откройте, посмотрите на нее. Видно, как она построена? Lab2. Это работа, которая выполняется в аудитории моими учениками. Цель приблизительно такая же, а именно расставить значки на карте. Причем сама карта у вас прилагается. Ее можно вставить как рисунок, либо создать фоновую страницу визио. К значкам подвязать Excel-файл. Excel-файл будет называться Lab2. Вот он, Excel. Итоговые строки, как правило, требуются подвязать. Все подряд не нужны. Только итоговые строки. И в результате вы должны получить именно вот такой образец. Карта Италии прилагается. Здесь же находится у вас графический файлик. Если вдруг у вас будут вопросы, то я бы на них с удовольствием ответила. Сделайте это упражнение в домашних, ну, в любых условиях сделайте это упражнение дома или здесь у нас самостоятельно. Если вдруг не будет получаться, я к вашим услугам. Есть также у вас файлик под названием List3, который содержит организационные структуры предприятия данные. Вот они, Name, Reports2, Title. Советую вам опять-таки вспомнить алгоритм создания, а также подключения и связи для организационной структуры предприятия. И у вас должно получиться Lab3. Вот что должно получиться. Ориентируйтесь на файл Lab3. Это такой длиннющий файл. И обратите внимание, что здесь отображаются также и mail, и телефон. Что касается дизайна и размера, ну, это не так важно. У меня так получилось, но я, например, не повторю все то же самое. Если мне скажете, сделайте и покажите, да. Но я не помню, что я конкретно выбирала, что было именно так. Это вам как приблизительный образец. Lab3. Lab3. Ну что ж, на этом, пожалуй, мы с вами будем заканчивать наш рекламный тренинг. Уважаемые слушатели вебинара, я надеюсь, вам понравилось. Вы вели себя очень незаметно. То ли вопросов никаких не было, все было очевидно, понятно. То ли это в целом знакомая информация. Но в целом мы заканчиваем с вами наш вебинар. Редактор субтитров А.Семкин